Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Одна из наших читательниц, подписчиц, зрительниц обратилась к нам с вопросом за помощью определить суть проблемы при выращивании растений и томатов и помочь решить эту проблему. Она нам прислала вот такие вот фотографии своих томатов, высаженных в открытый грунт. Рассада вроде бы была крепкая, хорошая, однако вот томаты приобрели подобного рода симптомы. Пожелтели верхушки, до половины пожелтели молодые листья, хотя разные сорта по-разному реагировали, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. Однако эти растения совершенно дали низкий урожай, какие-то из них вообще не дали урожая, затормозились в росте и толку никакого от них не было. Такая ситуация у нее продолжалась в определенном месте в теплице на протяжении нескольких лет. Помочь ей позволило то, что она на протяжении нескольких лет вела дневник огородника. Это очень удобно для того, чтобы точно знать, что ты вносил, чем обрабатывал, какие мероприятия по уходу за растениями проводил. И вот благодаря анализу этого дневника мы смогли установить проблему. Я уверен, что вот за то время, пока вы просмотрели эти фотографии и меня слушаете, многие из вас уже знают ответ на этот вопрос. Они определили это как хлороз, связанный с недостатком железа. Действительно, растения томата очень чувствительны к недостатку железа в одном из наших роликов. Мы рассказывали о признаках недостатка железа и как восполнить нехватку железа. Однако наша читательница, подписчица, она выполнила все эти рекомендации. Но ни одна из этих рекомендаций не помогла даже в некорневые обработки хелатом железа по рецептам нашего канала. И, конечно же, мы провели небольшое расследование. Такой дневник, вот по дневнику провели расследование. Между прочим, эти дневники бывают в таком типографском формате сделаны. И это не просто тетрадочка с какими-то хаотичными записями, а достаточно будет систематизированная такая информация по годам. Поэтому я рекомендую вам использовать подобного рода дневники огородника. А в обязательном порядке они особенно полезны при анализе проблем. Так вот, мы установили, что эта проблема связана не с нехваткой растения, алиментарной нехваткой железа, то есть нехваткой в почве железа. А это связано с недоступностью железа в почве в связи с избыточным внесением золы изольных растворов на протяжении нескольких лет. А вот в определенной зоне теплицы этой золы при подготовке почвы к посадке растений уже на протяжении нескольких лет вносилось очень-очень много. Особенно вот в год выращивания этих томатов. Этот совет по внесению золы, по внесению зольных растворов, она использовала по рекомендации различных блогеров из интернета. В принципе, мы также рекомендуем использовать зольные растворы и золу при внесении в почву. Однако же наши рекомендации являются комплексными. Мы также рекомендуем использовать целый ряд уходных мер за томатом. И все хорошо работает только тогда, когда оно делается гармонично. В чем же проблема была? Проблема в том, что зола содержит значительное количество карбоната калия, поташа. И этот карбонат калия при внесении в почву вступает в реакцию с соединениями железа, других микроэлементов, образуя с ними нерастворимые карбонаты. Карбонат железа является полевой шпат, иначе он называется. Он является одним из наименее доступных соединений для растений. И, конечно же, вот эта высокая зольность, как бы обогащение золой почвой и одновременная подкормка железом не давала никакого эффекта. Потому что все железо, которое вносилось в почву, оно тут же превращалось в недоступную для растений форму. И таким образом запиралось, и продолжался вот этот хлороз. Это также хорошая иллюстрация того, что несмотря на эффективность внекорневых подкормок, они недостаточно эффективны в случае острых дефицитов определенных элементов. То есть только внекорневыми подкормками обеспечить, скомпенсировать дефицит элементов питания в почве невозможно. Должно быть и в почве элементы питания, и можно что-то вносить по листу. Но еще раз повторюсь, в условиях вот такого сильного дефицита железа, дефицита хлороза, невозможно обеспечить компенсацию этого дефицита в почве только внекорневыми подкормками. Это важно. Что же мы ей порекомендовали, что же ей в этих условиях было делать? Нужно было каким-то образом исправить ситуацию. Тем более надо помнить, что растения томата, а также перцы в меньшей степени баклажана предпочитают слабокислые почвы, не защелаченные почвы, а зола значительным образом защелачивает почвы. Поэтому нельзя так систематически делать щелочную почву. Мы рекомендовали в одном из наших роликов подкармливать томаты после посадки на постоянное место щелочным раствором. Однако однократно, там непродолжительное время и только локально под корень, для того, чтобы томаты очень хорошо прижились. А в дальнейшем уже использовать совершенно другие подкормки. Внесение же золы сплошным образом или даже в лунки без применения дополнительных мер по уходу за томатом приведут к излишней щелочности почвы. И томат, конечно же, будет страдать комплексно от дефицита многих элементов питания, а также от неподходящей кислотности почвы. Ответ на вопрос, что же делать, лежит на поверхности. Если мы избыточно внесли щелочные карбонаты в почву, значит, нам надо каким-то образом подкислить эту почву и мобилизовать железо. В данном случае одна из подкормок, которую мы уже рекомендовали на своем канале для томата и других растений, уксусная подкормка подойдет здесь лучше всего. Вы можете использовать домашний яблочный уксус, вы можете разводить уксусную эссенцию, вы можете использовать 9% столовый уксус в той дозе, в которой мы рекомендуем это в ролике нашем еще одном. Посмотрите, для хорошего пролива почвы и томатов не только с целью мобилизации фосфатов, мобилизации железа, мобилизации кальция, но также и для повышения засухоустойчивости. Что ж, этот совет действительно работает. Кроме того, можно использовать дополнительно, но только как дополнение, так сказать, 120% технологий. Еще фосфат, мобилизующие бактерии, а также в значительной степени помогут органические подкормки. Конечно, органические подкормки в начале пути хороши, в том числе потому, что содержат значительное количество азота, которое необходимо для наращивания бурной вегетативной массы томата. Однако в середине пути, когда томаты уже завязали плоды, избыточные органические азотные подкормки являются нежелательными. И даже зеленые удобрения надо разводить пожиже для того, чтобы проливать им томаты. Хотя его можно использовать до самых заморозков, только в начале пути надо использовать более крепкие, более частые подкормки, а далее уже делать их более жидкими и более редкими. На помощь также приходят подкормки органические безазотистые. Это всевозможные корочки хлеба, это дрожжевые подкормки, это молочные подкормки. Хотя молочная подкормка содержит также азот, как и дрожжи в виде белков. Однако высвобождение этого азота будет очень медленным, постепенным и не вызовет излишнего жирования томата. А почему эти органические подкормки так важны? Потому что органика разлагается микробами в почве, выделяется углекислый газ. Углекислый газ с карбонатами образует гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты растворяются и делаются доступными для растений. Таким образом, карбонат железа из-за избыточного внесения золы превращается в гидрокарбонат железа. И растения его уже хорошо усваивают. Таким образом, вот такой букетный комплексный подход в полной мере позволит вам решить эту проблему. Таким образом, вы можете либо использовать золу, погашенную уксусом, как мы также рассказывали в одном из роликов, для того, чтобы обеспечить растения калием и кальцием. А также можете при внесении значительных доз золы для подкормки растений или зольных растворов без гашения, периодически делать уксусные подкормки ваших растений для комплексного решения. Проблемы или задачи хорошего обеспечения минерального питания вашим томатам. Что ж, надеюсь, вам поможет этот совет избавиться от хлороза, связанного с дефицитом железа раз и навсегда. И вы не будете иметь вот такие страдающие томаты у вас на участке. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!